Ежегодно специалисты хозяйств экспериментируют с подбором систем питания под возделами культуры. О результатах опытов наземной пшеницы в Московской области смотрите далее. Получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур является одним из важнейших целевых показателей в сельхозпроизводстве, но он не единственный. Помимо урожайности, на уровень рентабельности производства влияют и такие показатели, как затраты на 1 гектар, и качество, от которого зависит стоимость урожая. Все эти показатели в итоге определяют прибыль с 1 гектара. Так, в 2020 году у компании ФосАгро были проведены опыты на зимой пшеницы сорта Московская 56 с целью определения наиболее эффективной системы удобрения для данного сорта. Опыт проводился во Всероссийском научно-исследовательском институте имени Дмитрия Николаевича Прянишникова в четырехкратной повторности. Урожайность на контроле составила в условиях 2020 года 2,7 тонн из гектара при применении удобрения АПАВИВА НПКС-151515 и 10 серы в дозе 200 кг на гектар и НИТРИВА Н46. Дополнительные затраты на 1 гектар составили 7600 рублей с гектара. Урожайность при этом увеличилась до 6,32 тонн с гектара. Качественные показатели зерна соответствовали зерну третьего класса. Такой урожай стоил 91 640 рублей на гектар. Дополнительный доход с 1 гектара составил 45 035 рублей с гектара. В следующем варианте применили дополнительно стимулятор роста от компании Фосагра стоимостью всего 198 рублей на гектар. При этом урожайность увеличилась до 6,93 тонны с гектара. Зерну был присвоен третий класс. Белок 13% и клейковина 26%. Стоимость зерна с 1 гектара составила 100 485 рублей. Дополнительный доход составил 53 682 рубля с гектара. Наиболее популярное удобрение для озимых зерновых культур АПАВИВА НПКС 10 26 26 при дозе внесения 150 кг на гектар обеспечило получение урожая зерна 5,64 тонны на гектар. Зерно также соответствовало третьему классу. Стоимость удобрений составила 7 310 рублей на гектар, а прибыль составила 35 465 рублей на гектар. При применении удобрения АПАВИВА НПКС 8 20 30 и 2 серы получили урожайность 4,98 тонны на гектар. Качество уже соответствовало четвертому классу зерна и дополнительный доход с одного гектара составил 17 036 рублей на гектар. Выращивая кукурузу на зерно в Саратовской области, на агрополигоне балаковского филиала АО «Апатит» тестировали разные системы питания на гибриде ДКС 4178. Тестировали систему питания на основе АПАВИВА НП 12 52 в дозе 100 кг на гектар, плюс сульфат аммония в дозе 150 кг на гектар и АПАВИВА НП 16 20 плюс 12 серы в дозе 200 кг на гектар, плюс карбамид в дозе 230 кг на гектар. При применении первой системы питания была получена урожайность зерна кукурузы 4,8 тонны на гектар, при применении второй системы питания была получена урожайность 5,9 тонны на гектар, что на 1,1 тонны больше. На контрольном участке была получена урожайность 4 тонны на гектар. В России более 26 миллионов гектар засоленных почв. В зоне расположения солонца сильно снижается урожайность всех культур. Поэтому компания «Фасагра» инициировала проект по восстановлению плодородия солонцеватых почв и повышению их продуктивности. В опытах на солонцеватой почве выращивали кукурузу на зерно с применением орошения. Из внесения мамофоса в дозе 100 кг на гектар и аммиачные селитры в дозе 150 кг на гектар. Урожайность зерна кукурузы составила 1,6 тонны на гектар. При этом урожайность на участках без солонцов на данном поле составила 6,14 тонны на гектар. Для выявления наиболее оптимальной дозы применения фосфогипса осенью 2019 года вносили 1 тонну на гектар фосфогипса. При этом был получен урожай 1,94 тонны на гектар. При внесении фосфогипса в дозе 3 тонн на гектар урожайность составила 2,2 тонны на гектар зерна кукурузы. При внесении фосфогипса в дозе 5 тонн на гектар было получено 3,1 тонны на гектар уже в первый год после внесения миллиаранта. При этом дополнительные затраты на внесение миллиаранта составили при дозе 1 тонна на гектар 220 рублей на гектар, при дозе 3 тонны на гектар 660 рублей на гектар и при дозе 5 тонн на гектар 1100 рублей на гектар.